Здравствуйте дорогие друзья! Вас приветствует видеоканал Цейгаус, канал для любителей боенной истории. Если вам понравился ролик, не забывайте ставить лайк и подписываться. Пистолет-пулемет Вилар Пероза М1915 был первоначально разработан итальянским конструктором Равелли в 2014 году для вооружения аэропланов. Однако использовавшийся в этом образце слишком слабый пистолетный патрон сделал данное оружие неэффективным в воздушном бою. Поэтому в 2015 году новую систему спустили с небес на землю, превратив в подобие сверхлегкого ручного пулемета, а по сути сделали первый в мире ручной пулемет. Название эта система получила от названия фирмы-производителя итальянской компании Офичино де Вилар Пероза. Пистолет-пулемет Вилар Пероза М1915 выпускался в достаточно значительных количествах и активно использовался в годы Первой мировой войны. Его использовали как для стрельбы с грунта, складные сошки, либо легкая тренога, так и с переносных поддонов, переносившихся на системе ремней на груди стрелка и позволявших стрелять сходу, и даже со специальных деревянных лож винтовочного типа, для стрельбы с рук, от плеча. Основными пользователями этих пистолетов-пулеметов были горные и штурмовые части итальянской армии. После окончания Первой мировой, некоторую часть выпущенных систем М1915 переделали в более удобное оружие, разобрав исходные спарки на два отдельных ствола и оснастив их прикладами винтовочного типа и новыми прицельными приспособлениями. Дополнительно были приняты меры по снижению чрезмерно высокого темпа стрельбы. Получившиеся полноценные пистолеты-пулеметы получили индекс Вилар-Пироза ОВП М1918 и использовались итальянской армией с начала 20-х годов и до начала Второй мировой. Пистолет-пулемет Вилар-Пироза М1915 представлял собой спаренную установку двух одинаковых пистолетов-пулеметов, объединенных в задней части блоком вертикальных рукояток управления огнем, а в средней специальной массивной шайбой. Каждый пистолет-пулемет имел независимое питание из примыкаемых сверху коробчатых магазинов и независимые механизмы взведения и стрельбы. Спуск имел вид двух кнопок, по одной на ствол, расположенных между рукоятками управления огнем. Автоматика пистолетов-пулеметов использовала схему с полусвободным затвором. Торможение затвора на начальном этапе его открытия обеспечивалось скольжением рукоятки затвора по наклонной части паза в ствольной коробке, что вызывало вращение затвора. В силу малой массы затвора и большой жесткости возвратной пружины, темп стрельбы на один ствол составлял до 1500 выстрелов в минуту, а при стрельбе одновременно из двух стволов до 3000 выстрелов в минуту. Это было откровенно избыточно для применения по наземным целям, особенно учитывая емкость магазинов. Одного магазина хватало всего на одну секунду непрерывного огня. Следующей разработкой на базе Вилар Перозы стал пистолет-пулемет Беретта М1918. С точки зрения предпосылок к появлению, проект Беретта М1918 ничем не отличался от другого аналогичного оружия времен Первой мировой. Войскам требовалось компактное, легкое и скорострельное автоматическое оружие, которое могло бы изменить расклад сил при сражениях в окопах и в других подобных ситуациях. Созданием перспективного стрелкового оружия занялись несколько итальянских предприятий, в том числе и завод Беретта. Разработкой нового проекта руководил конструктор Тулио Марингони, имевший солидный опыт работы с различным стрелковым оружием. Целью проекта было создание легкого и компактного автоматического оружия под существующий пистолетный патрон типа 9х19 мм в Глизенте. Также, по-видимому, предъявлялись требования относительно простоты конструкции, удобства ее использования, а также сложности производства. Поставленные задачи было предложено решать за счет активного применения существующих идей и деталей. Так предполагалось использовать основные агрегаты и автоматику, основанные на конструкции пистолета-пулемета Вилар Пироза М1918. Требуемую винтовочную эргономику планировалось обеспечить за счет заимствования деревянной ложи у одного из существующих образцов. В результате такого подхода к конструированию должно было появиться новое оружие с достаточно высокими характеристиками, пригодное для использования в качестве личного вооружения пехотинца. Необходимо отметить, что оружие конструкции Марингони и изделия Вилар Пироза ОВП М1918 стали первыми итальянскими пистолетными пулеметами в современном понимании этого термина. Вилар Пироза 1-й серии был своеобразным средством поддержки пехоты, выполняющим задачи пулемета. Берета М1918 и Вилар Пироза ОВП М1918 в свою очередь стали пистолетными пулеметами для вооружения простых солдат. Таким образом, эти изделия достойны занимать отдельное место в истории стрелкового оружия Италии. Будучи развитием существующего оружия, пистолет-пулемет Берета М1918 сохранил основные черты и узлы своего прототипа. Кроме того, в исходную конструкцию были внесены некоторые изменения, направленные на улучшение отдельных показателей. В частности, Берета и Вилар Пироза образца 2018 года отличались конструкцией ударно-спускового механизма, что сказалось на габаритах обоих образцов. По этой причине пистолет-пулемет Марингони был заметно короче своего конкурента. Пистолет-пулемет Берета М1918 с точки зрения конструкции представлял собой одну из половин изделия М1915 с рядом изменений. Основной деталью заимствованного агрегата была цилиндрическая ствольная коробка с набором прорезей, а также с креплениями для втулки ствола в передней части и крышки в задней. Внутри ствольной коробки располагались затвор, возвратно-боевая пружина и детали ударно-спускового механизма. Снизу к цилиндрической коробке крепился прямоугольный кожух для деталей ударно-спускового механизма. Новый пистолет-пулемет получил ствол калибра 9 мм с шестью правосторонними нарезами. Длина ствола составляла 318 мм, 35 калибров. На дульной части ствола предусматривалось устройство с креплениями для мушки и штыка. Интересной чертой нового проекта стало применение существующей деревянной ложи. Эту деталь с некоторыми изменениями заимствовали у серийного карабина «Каркана» модель 1891 года. Передняя часть ложи и верхние накладки ствола укорачивалась до необходимой длины, после чего могла вмещать новые механизмы. Ствольная коробка и ствол помещались в верхнюю проточку деревянной детали. Также в ней предусматривались несколько сквозных отверстий, обеспечивавших работу различных механизмов. Автоматика нового пистолета-пулемета, как и в случае с базовым М1915, основывалась на полусвободном затворе. Внутри ствольной коробки помещался цилиндрический затвор с внутренними полостями для монтажа ударника и других деталей. На правой поверхности затвора предусматривалась рукоять, выводившаяся через изогнутую прорезь в стенки ствольной коробки. Форма этой прорези с прямой задней и загнутой вниз передней частью должна была замедлять затвор во время движения назад под действием отдачи выстрела. По некоторым данным, пистолет-пулемет Беретта М1918 существовал и выпускался в двух модификациях, отличавшихся конструкцией ударно-спускового механизма. Первая версия этого устройства позволяла вести огонь только одиночными. Второй вариант позволял стрелять как одиночными, так и очередями. Однако для этого в конструкцию ударно-спускового механизма пришлось ввести два отдельных спусковых крючка. Оба варианта пистолетов-пулеметов оснащались одинаковым предохранителем, выполненном в виде подвижного ползунка перед спусковым крючком. Для блокировки механизмов или введения огня его следовало сдвинуть вправо или влево. Еще до начала серийного производства и эксплуатации оружия было решено отказаться от существующих двух вариантов ударно-спускового механизма. Вместо них был предложен новый, обеспечивавший стрельбу только в автоматическом режиме. В этом случае стрельба одиночными была возможна только при соответствующих навыках стрелка. Для использования с новым оружием предлагалось отъемные коробчатые двухрядные магазины на 25 патронов. Магазин следовало помещать в верхнее приемное окно ствольной коробки. Под действием пружины патроны 9х19 мм Глизенти должны были опускаться на линию досылания, где их подхватывал затвор. Для выброса стрельных гильз в нижней поверхности ствольной коробки имелось отверстие. С целью повышения безопасности стрелка в избежании контакта горячих гильз с руками, под этим окном располагался небольшой трубчатый кожух. Пистолет-пулемет Беретта М1918 получил простые прицельные приспособления, стандартные для оружия того времени. Над патронником сбоку от магазина располагался открытый механический прицел. Мушку расположили на дульном устройстве ствола. Интересной особенностью пистолета-пулемета конструкции Марингони, отличавшей его от другого подобного оружия, был штык. На дульном устройстве ствола предусматривался нижний наплыв с передней и задней гранями сложной формы, на котором шарнирно располагался игольчатый штык. Для безопасности транспортировки оружия штык мог складываться. В транспортном положении он поворачивался на оси и укладывался под ствол. Примененная автоматика на пистолет-пулемете позволила довести темп стрельбы до 900 выстрелов в минуту. Начальная скорость пули достигала 380 метров в секунду. Сравнительно слабый пистолетный патрон позволял вести эффективный огонь на дальностях не более 150-200 метров. Несмотря на это, прицел был размечен для стрельбы на более длинные дистанции. Из-за применения деревянной ложи с прикладом без возможности складывания, пистолет-пулемет Беретта М1918 получился достаточно длинным. Его общая длина со сложенным штыком составляла 1092 мм. Вес оружия без патронов составлял 3,3 кг, что не затрудняло транспортировку и поэтому позволяло сделать его полноценным личным вооружением пехотинцев. В условиях Первой мировой войны разработка нового оружия велась ускоренными темпами, и проект фирмы Беретта не стал исключением. В 2018 году новый пистолет-пулемет прошел заводские и войсковые испытания, по результатам которых был принят на вооружение итальянской армии. Новое оружие неплохо зарекомендовало себя и оставалось на вооружении в течение длительного времени. Кроме того, согласно некоторым источникам, часть партий такого оружия производилась для поставки в третьи страны. На вооружении армии Италии пистолеты-пулеметы М1918 оставались до начала 40-х годов. Продолжение следует...